Девушки отдыхают В Кирове генерал-майор Константин Петров оказался накануне 12 апреля, посетив местный музей Циолковского авиации и космонавтики, был приятно удивлен и обрадован. А вообще его жизнь проходит практически на колесах. И когда он нес воинскую службу, и теперь, когда занялся политикой. Я поездил по стране, и редко увидишь такие уютные чистоплотные уголки, да еще занимающиеся детишки, которые приобщаются к истории страны, к нашим достижениям. Корни у Константина Павловича подмосковные. Родился он в Ногинске в Победном 45-м. Самая яркая, пожалуй, от первой прочитанной книжки. Меня мама повела еще до школы записать в библиотеку. И вот я помню, я сам прочитал книжку. Она была «Помощь идет» называлась. Там, значит, как люди оказались на льдине, и их летчик заметил со льдины. И вот это была серия моей первой книжки. И вот я ее сам прочитал, эту книжку. Мне это запомнилось. Я помню, я ходил в библиотеку, и это было такое счастье. Москва старая. Я помню, маленький еще был, какая была грязноватая, чуть-чуть. Вот здесь вот МГУ стоит. Вот здесь сейчас льдунки, вот это Сленинский город. Я вообще готовился в МГУ на физико-математический факультет, но отец умер очень рано, и жили бедно. Сумма обстоятельств вот так сложилась, что пошел в армию. За время воинской службы он сменил 11 городов и 27 квартир. Служил в Иркуте, на Украине, в Казахстане. В числе его званий заслуженный испытатель Байконура. Принимал непосредственное участие в подготовке и запуске программы «Энергия Бурам». Я вот на космодроме отвечал в частности за систему аварийного спасения. Вот тот спускаемый аппарат, они спускали все в районе Джисказгана, там была подчиненная мне часть. Я, в общем, за это отвечал. Самое такое вот у меня впечатление, это Герман Степанович Титок. Он был очень эрудированный человек, с ним было интересно общаться, он любил поэзию. Вот, был хороший руководитель. Именем его назван сейчас Центр управления полетами. Я фактически, когда перевели с Байконура, занял ту должность, которую он занимал, заместитель начальника Центра управления полетами. А мне интересно было работать, на Байконуре или в Центре управления полетами? На Байконуре, конечно, интересно. Там динамики больше, значит, много нового, людей много. Это целый город, и приходилось отвечать не только за космос, но и за тепло, вода, канализацию. То есть спектр проблем пришлось решать от, как я говорю, начиная от канализации и кончая космическими аппаратами. Как вот не покажется парадоксальным, экстремальные ситуации встречались по бытовым проблемам. Это связано с обеспечением жителей города теплом, водой, электроэнергии, вот эти вещи. Там вода агрессивная, трубы быстро жалеют, выходят из строя, и целые кварталы оставались там либо зимой без тепла, там же детишки, жены, вот, холодно, то есть надо было принимать меры. Поэтому вот эти вот вещи, часто, так сказать, негероизм и солдаты, офицеры, все это делалось. Могу с гордостью сказать, что я всегда поступал по совести. Правда, находил способы, так что начальники, значит, не очень там возмущались. Ну, это дело не хитрое, уверяю вас. Потому что вот, к сожалению, было так, что у нас вот эти лозунги были. Живи по уставу, завоюешь в честь и славу. Не завоюешь. То есть, если жить по законам, ничего не получится. Потому что жизнь людей, отношения людей, нельзя расписать никакой инструкцией. Правильно? А что такое устав? Это тоже инструкция. Будучи вот командиром полка в Сарышагане, там мы жили в пустыне, это на озере Балхаш. Начальники были далеко, и у нас было, значит, 72 здания, 12 жилых домов, а своя котельная, свой водозапор, свой детский сад, в общем, все свое, свое кафе. То есть, маленький такой мирок. И вот там удавалось сделать то, что, ну, как бы ты хотел. Ну, и вот такие я вам приведу примеры. Мы сделали там, например, с офицерами кафе на 400 посадочных мест со светом музыкой. И там даже было мороженое из соседних аулов, там даже и городов. Приезжали, значит, есть мороженое в кафе в наше. А это было экзотика? В пустыне, да. Представляете, я помню. А добыли мы его, этот фрезер называл, станок, вернее, этот аппарат. И вот детишки эти ели мороженое. То есть, дискотеки там проводили. Настолько было интересно. И там вот удавалось реализовывать все. Начальство далеко, это то, что он говорил, что и по усталу за воюющие эти слова. Оказалось, все не так немножко. Константин Павловича интересовала и практика, и теория. В 90-х годах он назначен заместителем начальника Санкт-Петербургской военно-космической академии имени Можайского. Занимался научной работой. Тема его диссертации – оптимизация систем измерительного комплекса страны. Блеск. Блеск. Вообще, курортный город. Первое впечатление, да? Да, ну что, набережная, смотрите какая. Так хочется песню какую-то запеть. На Волге широкой, на Стрелке далекой. Ассоциации прямо сейчас, так сказать, выплывают. Не задумываясь. Песни, они несут определенную информацию. И кроме смысловой информации, имеет значение ритм. Поэтому после хороших песнопений, всегда настроение хорошее, хоровое пение, там, да? То есть вибрация, вибрация. Знаешь, когда допустил межпланетную станцию на Марс, приходишь домой, а тебе говорят, колбасы по 2,20 не хватило. И ты думаешь, ну ничего себе, то есть у нас же есть все. Даже если говорить о той же колбасе, вот питание космонавтов в тюбике, да? Там же почему нельзя было это внедрять, ну, в пищевую промышленность? Мысли о том, что что-то неладно в датском королевстве, давно не давали покоя. И жизнь постоянно подогревала желание разобраться в причинах. Наша страна могла выпускать и Вольво, и Мерседесы, и выселительные машины, и компьютеры. Но мы живем не так, как мы работаем, а так, как нами управляют. И это, кстати, явилось вот тем побудительным мотивом разобраться, ну почему же так? Как выводили, например, войска из Германии? Их можно же было вывезти за время, когда офицерам жилье построить, можно создать. А так их выкинули в поле. На этом делали страшные деньги. А вы это вот видели только вы и понимали, что происходит? Или другие люди тоже понимали? Конечно, мы очень многие понимали. Но вы не могли ничего сделать? Ничего. В 1995 году его военная карьера резко закончилась. Он стал единственным в истории армии генералом, досрочно уволенным за несоответствие требованиям, предъявляемым к военнослужащим. Ему было тогда 50, и к этому времени он имел уже два ордена за службу Родине. А истинной причиной увольнения стало несогласие с тем, как проводились реформы в армии. Уйти-то зачем? Я, например, не хотел, можно было и на этой должности. Кстати, ну, скажем так, одно дело, когда у тебя есть персональная машина, есть кабинет, есть подчиненные, которым ты можешь что-то сделать. А другое дело, когда у тебя ничего нет. Какие? Где возможности больше? То есть я уходить не хотел. Почему? Вот. А пришлось, то есть, вернее, меня ушли, так сказать. Ну, конечно, переживал, как все люди. Значит, что-то не удавалось там сделать. Но в большей степени удавалось. Потому что я еще раз говорю, значит, вот у меня такой характер, я, так сказать, упертый, если я чего-то, я как бы старался достичь этого. Вот. Так что, все нормально. То есть эмоции не должны давлять над смыслом. То есть психовать, вот это все, это бессмысленно. Это называется уметь владеть собой, в общем-то. Но уметь владеть собой, это маленький тезис. Вот когда человек понимает то, что вокруг происходит, одна ситуация. А когда он не понимает, над ним начинают давлять эмоции. А в человеке должно быть единство эмоционального и смыслового строя души. Управляют информацией литература, книги, кино, телевидение. Это средство управления. Не сам телевизор по себе, а то, что из него говорится. Он был в Магнитогорске. Девчушечки, десятиклассницы, матери их, чуть ли не на колени становились и говорят спасибо. За ночь дочери стали другими. Почему? Они прочитали нашу информацию, ну, в частности, о телегонии. То есть, как влияет, ну, распутную жизнь, ну, сами понимаете, девчонок, которые там с мальчишками, на будущее поколение. И прочитали всего одну газету. И утром они бросили курить, пить правильное пиво и шманаться по этим там дискотекам. Это не значит, то есть, они поняли, к чему это ведет. И сегодня Константин Павлович, оглядываясь на пройденный путь, может определенно сказать о своем личном вкладе. Основное, что я сделала, это сделано в последние годы жизни, это все, что связано с политической деятельностью и с внедрением концепции общественной безопасности, вот, которые являются теоретической платформой нашей партии. Сейчас все ученые признают существование глобального системного кризиса. И кризис, он выражается вот в нашей, в том числе, жизни. А вы вообще такой романтик? Ну, как романтик? Значит, ну, я, хочется вот, чтобы люди нормально жили. То есть, вот, я знаю, что это можно сделать. То есть, романтик в чем заключается? Люди выдвигают какие-то идеалы, к которым надо стремиться. Но есть вот такой вот пустой романтизм. То есть, сказал, а чего, каким последствиям это приведет? То есть, предсказуемое будущее, надо нести за него и определенную ответственность. Поэтому, скажем так, вот, можно считать ли романтиками Сахара в Академии, которые создали ядерную бомбу? Никогда сознание пришло. То есть, ответ даже вот переведем в плоскость такой прагматики. Вот, для чего быть науки или какой быть науки? Вот наши все ученые, они сейчас говорят, какой быть науки? Какие структуры должны быть, какие титулы? А мы говорим, а для чего быть науки? То есть, постановку вопроса надо ставить. Да, можно сделать там, ну, что, изобрести там какую-то бомбу новую. А для чего она нужна? И это как раз является одним из краеугольных камней нашей концепции общественной безопасности. Все партии сейчас, они говорят, вот я знаю, как и вот надо делать это. Но никто не говорит на такой вопрос, не могут ответить. А если ты ошибаешься, что будет, если ты ошибаешься? То есть, никто же несет ответственности за свои предсказания, ошибки. Вот в концепции нашей общественной безопасности разработают механизм коррекции ошибок. И этого нет нигде. Вот в нашей концепции и в программе нашей партии это и есть. И механизм ответственности управленцев за их дело. Концепция общественной безопасности единственная на данный момент легитимная. Она прошла режим парламентских слушаний в государственной... ...рекомендована к внедрению. Этот предмет преподается в некоторых вузах. Поэтому доведение вот той программы действий, которая позволит вернуть нам достоинство человека в стране, вернуть достоинство нашей страны, вот это я считаю главным. На пути собственных поисков, конечно, помогал сильный характер, здоровый образ жизни и занятия спортом. И, конечно, семья, которая всегда была и остается опорой. У Константина Павловича Петрова трое детей. Сын и две дочери-близняшки, есть внуки. И жена, и дети полностью разделяют его взгляды. И то, что военный человек приходит к необходимости заняться политикой, взять ответственность на себя, случайности нет, считает Константин Павлович. У нас военных готовили защищать Родину. И когда Родина оказалась в опасности, вот, статистически, вероятностно, в военной среде, ну, возникло чувство опасности. Значит, а нас воспитывали на защиту. Мы присягу, в конце концов, принимали. Поэтому это никакая не случайность. Есть такая профессия, Родину защищать. Эта знаменитая фраза вполне подходит и к сегодняшней деятельности генерал-майора Константина Петрова. Я и горжусь этим, и счастлив от этого, что довелось. Это же вообще, в принципе, впервые в истории человечества, впервые в истории человечества мы открыто говорим о том, как надо устроить жизнь людей по справедливости. Субтитры создавал DimaTorzok